Здравствуйте, это Кеус. Представляю перевод вебинара Сэма Сейдана, где он показывает, как использовать несколько таймфреймов для анализа уровней спроса и предложений. Приятного просмотра. Продолжение следует... Как это правильно делать? Очень важно проводить такой анализ. Если вы делаете это правильно, то шансы, безусловно, будут в вашу пользу. Есть много способов сделать это неправильно. И обычно из-за этого выручаете ваши счета кому-то другому. Таким образом делайте это правильным способом. Давайте начнем с этого. Сделаем это быстро. Я начну с того, что покажу вам... Я покажу вам одну страницу, один слайд. И затем мы продолжим, посвятив все время графикам. Итак, давайте я сделаю снимок для вас. Все его видят. Все видят картинку. Я расскажу о ней. Это займет минуту. Это письмо пришло мне в понедельник, 3-4 дня назад. Это было студент Академии. Его торговля. Сэм. Я был на сессии Форекс. Я ввел тогда эту сессию. Я купил фунт Франк. Мы рассматривали ее в классе. Я вошел двумя контрактами и был счастлив заработать 2 800 во вторник утром. Спасибо за отличный класс и за то, что указали на эту установку. Потому что я обычно не рассматриваю что-то, кроме остальных рынков. Валим Джонс. Рассмотрим эту установку. У нас была воскресная сессия, последняя воскресенье. И мы определили, что фунт Франк снижается. Фактически это было прямо здесь, в красной свече, которая была в воскресенье. Эта свеча – это то, где была цена, когда мы начали воскресную сессию. Если мы посмотрим влево, то увидим снижение база роста. Посмотрите на этот сильный рост из уровня на дневном графике. Я хочу рассмотреть эту торговлю за пару минут. Итак, почему мы хотели здесь купить? Почему мы рассматривали ее как покупателя? Потому что, как показал нам график, цена достигла уровня, где спрос превысил предложение. У нас есть паттерн – не рост – база рост, а снижение – база – сильный рост. Это означает для тех, кто научок в этом, что цена вырастет далеко от уровня, как здесь. Надо помнить, что это происходит только потому, что там фактически намного больше спроса, чем предложение. Другими словами, у нас есть дисбаланс спроса и предложения. Перейдем вправо. Мы вошли в воскресенную сессию, и цена засела прямо туда. Что это означает? Это означает, что рыночные спекулянты на Форекс вошли на рынок и совершили большую ошибку. Две очень большие ошибки. Номер один. Они продали после большого снижения цены. И они продали прямо в ценовой уровень, где спрос превысил предложение. Окей? Это не то, что вы хотели бы сделать. Согласно закону спроса и предложения, в таких случаях вы будете терять. Это потому, что здесь вероятность разворота цены была высокий, а риск для покупки низкий настолько, насколько возможно. А также у нас было довольно хорошее вознаграждение. Мы купили прямо здесь, на черной линии, а стоп поставили за нижнюю черную линию. Эта сделка очень хорошо отработала для Валли Джонса и для других группе. Сегодня я вам покажу, как мы находим такие возможности и так далее. Давайте вернемся к графику, чтобы сделать это. Я хотел вам это показать, перед тем, как продолжить. Да, я видел, что там была интервенция. Конечно, такое происходит с торговлей после входа, обычно с новостями. Они просто ускорили происходящее. Это произошло так или иначе. Помните, мы это делаем по строгой системе, которая довольно простая. Но это то, как мы определяем каждый уровень, на котором хотим войти. И что более важно, каждый уровень, который мы не уверены, мы игнорируем. Итак, давайте рассмотрим графики. Я верну графики. Нужно рассмотреть Доллар Швейс Айрис. Теперь три шага, которые мы должны пройти, чтобы убедиться. Помните, что сегодня тема, это анализ нескольких там фреймов. Итак, мы всегда начинаем. Я собираюсь сделать это для свинковой торговли. Долгосрочной торговли, для тренинга, слайш свинк тренинга. Мы начнем с первого шага. Тренд. Окей? Какой тренд на дневном графике? И вы знаете, это легко. Просто поместите 50-ти периодную скользящую среднюю и любое большое скользящие средние на свой график и будет замечательно. Что-то типа такого. И начнем с первого шага. Какой тренд на дневном графике? Он скажет нам, хотим мы быть покупателями или продавцами. На какой стороне рынка будут шансы в нашу пользу? Итак, мы хотим начать с дневного графика. Мы видим на нем скользящую среднюю, наклоненную вниз. Просто быстро взгляните на скользящую среднюю. Если она наклонена вниз, значит вы в нисходящем тренде. Если она наклонена вверх, то вы в восходящем тренде. Не делайте это слишком сложным. Большая проблема сохранить такие вещи простыми. Итак, тренд вниз. Он говорит нам, что мы могли бы захотеть войти в позицию на продажу. Итак, шаг первый. Какой тренд? Шаг номер два. Давайте быстро перейдем на больший таймфрейм. Итак, при шаге номер два мы всегда переходим на больший таймфрейм. Я покажу вам, что точно мы делаем. Я запишу это здесь для вас, чтобы это осталось простым. Очень большой таймфрейм. Отметим на большем таймфрейм спрос и предложение. Шаг номер два. Переходим на больший таймфрейм. Если мы начали с дневного, то переходим на недельный график. Здесь мы хотим определить, где на большем таймфрейме находится спрос и предложение. Для этого есть причина, очень важная причина. Итак, на дневном графике мы видим нисходящий тренд и думаем, что мы хотим быть продавцами. Но каждый тренд, например, когда мы в нисходящем тренде останавливается, заканчивается и даже начинается восходящий тренд. Это происходит на поддержке и сопротивлении. На реальной поддержке и сопротивлении, которые означают настоящий спрос и предложение. Если вы не знакомы с термином спрос и предложение в тренинге, то можете посмотреть мои прошлые записи. Итак, я вернулся на дневной график. Причина, почему мы переходим на больший таймфрейм в том, что даже при том, что мы в нисходящем тренде на дневном графике, что происходит, если мы знаем, где находимся на кривой спрос и предложение большего таймфрейма. Таким образом, когда мы приходим на больший таймфрейм, то продажа в этой области уже не выглядит настолько хорошей. Посмотрите, где мы находимся. Мы хотим делать это очень механически при переходе на больший таймфрейм. Отметим на общей картине уровни спроса и предложения. Когда я это делаю, то начинаю идти от текущей цены вниз и влево, пока не достигну первого снижения база роста, который прямо тут. Как только я это сделал, то рисую пару линий, как мы делаем всегда. Отмечаю мою зону спроса. Мы не обязаны это делать, мы можем просто сделать как тут. Вот мой уровень. Теперь, когда я прокручиваю график вверх от текущей цены, то я хочу подниматься, пока не встречу ближайший рост базы снижения. Мой свежий уровень достаточно свежий. Я не остановился на этом снижении базы снижения. Мы хотим подняться сюда к рост базы снижения. Вот другой получше. Уровень предложения довольно свежий. Мы не ждали бы, чтобы цена прошла через него. Это довольно твердый уровень. Выглядит как довольно сильный уровень, потому что цена не возвращалась к нему. Ой, не показал график. Там был дневной график. Вот недельный график. Прошу прощения. Я подумал, чтобы вы видите все графики. Хух. Мой косяк. Итак, мы на большем таймфрейме. Тот же самый рынок. Мы видели, что на дневном графике мы в нисходящем тренде. И даже несмотря на то, что на дневном графике мы в нисходящем тренде, нам нужно знать, где мы находимся относительно спроса и предложения с большего таймфрейма. Итак, вы должны видеть недельный график. Шаг 2. Спрос и предложения на большем таймфрейме. Теперь, когда мы рассматриваем, где находимся, мы смотрим, текущая цена ближе к спросу или предложению большего таймфрейма. Другими словами, мы агрессивно продаем на этом рынке. А когда переходим на больший таймфрейм, то видим, что, возможно, это не такая уж и хорошая идея. Все это понимают. Вы видите, что на большем таймфрейме мы находимся ближе к спросу, нежели чем к предложению. Итак, учитывая этот факт, на графике большего таймфрейма я все еще хочу продавать на этом рынке, но только не рядом с текущей ценой. Когда я перейду к шагу 3, на котором фактически ищутся точные места для входа, я буду рассматривать их выше текущей цены. Потому что я не хочу продавать где-то рядом со спросом большего таймфрейма. Также я не хочу покупать рядом с предложением с большего таймфрейма. Но единственный способ узнать это – перейти на больший таймфрейм. Теперь шаг номер 3. Не волнуйтесь, что всего 3 шага. Окей? Итак, теперь вы можете видеть часовый график. Шаг номер 3 – это когда мы идем и определяем точное место входа. Мы переходим на что-то типа часового графика. Неважно какой, просто большой внутренний таймфрейм. Итак, шаг номер 3, на котором мы собираемся найти места входа на меньшем таймфрейме. Я перехожу на меньший 60-минутный график. Да, я вижу ваш вопрос. Когда мы спустились в этот уровень на франке, да, мы ищем возможность для покупки. Вот почему мы не хотим искать позиции для продажи где-то рядом с этим. Итак, я перешел на часовой график. Я собираюсь поднять его немного. Не буду это делать слишком сильно. Теперь я вижу текущую цену прямо на 1.04.29. Хорошо. Когда я смотрю влево, помните, что я хочу смотреть влево искать самый ближний рост базы снижения, который является свежим. Когда мы говорим свежим, то имеем в виду уровень предложения, который еще интересировался. Мы хотим, чтобы шансы сложились в нашу пользу. Итак, прокручиваю влево, попадая в эту область предложения. Но это не настоящий рост базы снижения. Я продолжаю подниматься по ценовой лестнице, пока не докажу до этого рост базы и сильное снижение цены. Это противоположность того, что я вам показывал на франке. Мы говорили о нем на неделе. Это предложение. Обведем предложение линиями, чтобы создать зону продаж. Я вижу, что мы в районе 1.06 на числовом графике, который хорошо расположен на кривой большего таймфремена. Итак, что я сделал. Мы определили на дневном графике нисходящий тренд. Мы просто определили некоторые правила и инструкции. Я думаю, что без правил и структуры невозможно делать деньги в тренинге. Итак, мы видели шаг 1. Это нисходящий тренд дневного графика. Я просто использовал 50-перийную скользящую среднюю. Я переходил на больший таймфрейм, чтобы увидеть, где на нем уровень спроса и предложения, которые расскажут мне, заканчивается дневной нисходящий тренд или нет. А также покажут, где искать места входа. Итак, если я думаю о продажах, потому что мы в нисходящем тренде, то я хочу убедиться, что мы продаем далеко от уровня спроса с большего таймфрейма. Когда я спускаюсь на часовой график, то нахожу здесь цену входа. Итак, что хорошего в этом уровне? Что лучше всего выглядит на этом уровне? Напишите, что хорош в этом уровне предложения. Да, сильное снижение. Многие отвечают. Похоже, что вы были на других вебинарах. Хорошая работа. Это то, что мы делаем. Окей. Итак, сильное снижение цены из уровня, которое сигнализирует о сильном дисбалансе между спросом и предложением. Другая вещь, которая тут тоже хороша, это расположение на общей картине. Давайте я вернусь на больший таймфрейм. Прямо тут. Если мы посмотрим туда, где 1.06, то это будет прямо здесь. Окей. Итак, мы продаем здесь. Хорошо и далеко от большого уровня спроса. Это означает, что у нас есть хороший размер прибыли при движении вниз. Вы можете подумать, что этот уровень далеко. Я просто встал там. Вы знаете, он на части находится далеко от текущей цены. Для этого входа потребуется некоторое время. Знаете, в нашей программе мы 4 раза в неделю определяем такие уровни. Их много на разных парах. На них всегда есть сделки. Суть в том, чтобы искать уровни не на коррелирующих парах и применять высоко вероятную торговую стратегию. Вы все еще будете получать приличное количество сделок. Но большинство ваших возможностей будет действительно высококачественное. Итак, в нашем процессе из трех шагов мы хотим сосредоточиться на долгосрочном дейтрейдинге или свинтрейдинге или даже на позиционной торговле. Мы рассмотрим другие рынки. Да, если мы собираемся рассмотреть покупки, то у нас есть этот уровень внизу. Я смогу показать его вам через секунду. Я думаю, вы видели линии внизу. Да, если мы достигаем большого недельного уровня спроса, то мы находим покупки на откатах к снижению базы роста к уровню спроса. Давайте я отвечу на пару вопросов. Могу ли я сказать, в чем отличие? Вы знаете, поймите, если вы не слышали хотя бы одну мою сессию, то вы можете послушать свободное время имеющейся записи. Вы знаете, я начал свою карьеру в зале Чеканской торговой биржи, где обрабатывал институционные потоки ордеров для рынка Форекс. И вы должны понимать, что даже при всем том количестве выходящих для рынка новостей движется на простое взаимодействие спроса и предложения. Это означает, что возможности существуют при простом и непосредственном дисбалансе. Поэтому, если вы это допускаете, то тогда начинаете понимать, что большинство существующих разворотов цены происходит на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе. На что походит такая картина на ценовом графике? В конце дня все это будет для вас иметь значение. Окей? Я показывал вам отработавшую сделку ранее на этой неделе. Вот следующая установка на рынке доллар-свейцарис. Снова продолжим фокусироваться на ордерах. Да, Джейсон, я бы сказал, что мы закончили с ней. Вы хотите сделать это? Вы знаете, что хотите продать в нижней линии с защитной стопом выше этой области и с целью нижней. Она должна соответствовать вашему торговому плану. Вы ищите 2 к 1 для вашей первой цели, 3 к 1 для вашей первой цели. Когда вы это делаете, то перемещаете свой стоп в безубыточность. Знаете, что это важно? Виктор, да, вы хотите найти идеальные уровни, где черные линии находятся близко друг к другу. В нашей программе мы уделяем много времени тому, чтобы сделать входы механическими. Но я не могу вам дать сейчас многого из-за ограничения во времени. То, что я делаю, убеждаюсь, что большинство тел свечей находится между этими двумя линиями. Это то, где основная масса потока ордеров. Вы продали здесь, окей. Поймите, что мы продали бы здесь кому-то, кто покупает после роста цены. Это крупная ошибка. Правильно? Вы никогда бы не пошли в продавцу машины и не сказали бы «Эй, мне нравится эта машина за 20 тысяч, я дам вам за нее 30 тысяч». Вы никогда не должны сделать такое здесь. Тот, кто сделал эту крупную ошибку, сделал также вторую ошибку. Они купили прямо на ценовой уровень, где предложение превысило спрос. Мы хотим продать начинающим покупателям, которые не знают, как работает рынок. Люди, которые этого не знают, придают деньги со своих счетов тем, кто знает. Мы могли бы купить с целью здесь, если нашли низко рискованных вход. Мы рассмотрим это через секунду. Даров, вы можете использовать тот же самый трехшаговый процесс. Просто переключите таймфреймы и делайте то же самое. Европ, вы могли так сделать. Если хотите, сократить свой риск и, конечно, вы также сократите вознаграждение. Но, если вы хотите, то передвиньте эти черные линии ближе друг к другу, просто сделав то же самое на меньшином таймфрейме. Виктор, да. Если линии слишком широкие, то это означает слишком широкое расстояние между входом и стопом. То просто игнорируйте такой уровень и двигайтесь к другому. Это важная вещь. Вы знаете, это наиболее часто задаваемый вопрос. Вы должны понимать, что из 10 уровней спроса и предложения, которые я вижу на графике, я, вероятно, проигнорирую 8 из них. Я рассматриваю, я рассматриваю, я рассматриваю только низкорискованные высокоприбыльные и высоковероятные возможности. Я, конечно, не предлагаю брать каждый уровень на графике. Хосе, отличный вопрос. И ответ зависит от того, какой размер прибыли вы ищете. Хорошо? Ответ зависит от того, какой размер прибыли вы ищете. Если вы были на импадроме, я небольшой игрок, но если вы были на импадроме, я имею в виду, что если у вас есть 3 лошади, которые относительно равны, то на какую вы собираетесь сделать ставку? Вы поставите на ток, что даст вам лучшую выплату. Правильно? Тут тоже самое. Используется та же самая логика. Хорошо? В этом красота трейдинга. Вы знаете, люди сравнивают трейдинг с казино, и многие люди говорят, ох, я не буду торговать, потому что трейдинг это азартная игра. Но я имею в виду, что есть отличия. Я не хочу играть в азартную игру в негативном смысле. Подумайте над этим. Когда Pepsi или Coca-Cola покупают рекламное время на супервоздушном шаре, они вкладывают в это большие деньги, надеясь их вернуть, но нет никакой гарантии это сделать. Подумайте об этом. Но что мы делаем на рынке? Сравните это с тем, что вы приехали в Лас-Вегас и ставьте, что вы сидите за столом с бэкджеком и ставите ваши деньги. Только тогда, когда видите все карты и можете поставить столько денег, сколько захотите. представьте, что у вас в Лас-Вегасе такие же шансы, что и в трейдинге. Проблема в том, что многие люди не дисциплинированы. И это большая проблема. Да, вы не должны быть в рынке все время. Хорошо? Люди, у которых есть терпение и дисциплина, получают оплату от тех, у кого этого нет. Еще один вопрос от Джека и мы продолжим. Если уровень спроса и предложения полностью пробит длинным петелем, но вы получаете разворотный сигнал в стали, вы продолжаете торговать, если соотношение риска и вознаграждение по-прежнему хорошее. Если цена прошла через уровень, то я бы сказал, что он больше не является хорошим. Потому что, если уровень является сильным, то цена не смогла бы такое сделать. Я имею в виду, что я бы пошел искать следующий уровень. Если вы считаете, что такое происходит с вами слишком часто, то вы просто смотрите в середине кривой. Вы должны перейти ближе к экстремумам. Фактически, это то, что мы сделали на недельном графике. Окей? Вот хороший пример. Кто-то просил показать пример. Вот рост базы снижения. Вот снижение база рост. Уровень спроса. Теперь давайте сделаю снимок график. Довольно раннее утро здесь в Северной Калифорнии. Я не живу здесь. Итак, давайте рассмотрим эти две области. Обратите внимание, что это рост базы снижения предложения, а спрос прямо здесь. В обоих случаях, если мы нарисуем линии на них, что происходит в оба раза? Мы терпим неудачу. Нарисую линии на этом уровне и нарисую линии на этом. Обратите внимание, как цена снижалась в этот уровень. Сделаю, чтобы вы смогли увидеть. Обратите внимание на снижение цены в этот уровень. Секундочку, поправлю. Окей? Когда цена опустилась в этот уровень, прошла через него, как ветер, остановилась тут ненадолго и затем прошла через него. Когда цена поднялась в этот уровень, то прошла через него, даже не остановившись. Вы могли посмотреть на них и спросить, как такое случилось. Они выглядят, как приличные уровни. Посмотрите, как цена быстро вышла из этого уровня. Но вам нужен размер прибыли. Размер прибыли это расстояние между нашими двумя уровнями. Давайте я покажу. Потому что расстояние между ними мы называем эти вещи усилительными возможностями и подробно их изучаем в нашей онлайн-академии. Один из наиболее важных усилителей возможностей это размер прибыли. Поэтому важно использовать их. Только потому, что у вас есть уровень предложения или уровень спроса, это не означает, что у вас есть торговля. У вас должно быть существенное расстояние между ними. Без этого у вас будет высокорискованная сделка. Поймите, что большое расстояние между двумя противоположными уровнями или для приближающихся сделок. С этим ваше соотношение риска к вознаграждению становится намного лучше и вероятность успешной сделки резко увеличивается. Это потому, что вы движетесь дальше от равновесия и намного дальше на кривой. Другими словами, вы растягиваете резины все больше и больше. Итак, если вы начнете брать каждый уровень, который вы видите, то стратегия не будет работать. Она и не должна будет. Это потому, что вознаграждение к риску не идеальное. Поймите, что это может также повысить вероятность отрабатывания сделки. Маленький размер прибыли всегда находится рядом с равновесием, а большой размер прибыли находится на экстримумах. Вот почему мы проходим через этот процесс три шага. Это не главный пункт. Это важный пункт, но не главный. Не важно, какой таймфрейм вы разматриваете. Убедитесь, что у вас есть достаточно расстояния между уровнями. И это торговые возможности, которые, вероятно, будут работать лучше всего. Вы правы, Роб. Цена также остановилась перед уровнем. Да, это большой красный флаг, который говорит не покупать. Если такое начинает происходить прямо перед уровнем, то это вредит размеру прибыли, когда цена возвращается в уровень. Эйби. Чем больше расстояние, тем лучше. Но вы не хотите, чтобы было слишком большое, потому что тогда у вас может не быть сделки. Но знаете, я ищу, по крайней мере, три к одному до первой цели. И снова, и снова я прохожу через усилитель возможностей, потому что это важно. Хосе спрашивает, вы рассматриваете индексы или подтверждение разворота? Обычно я использую лимитные ордера. Хорошо, давайте закончим с этим и рассмотрим другие рынки. Надеюсь, для вас был смысл в возбуждении трех шагов. Это не означает, что вы должны использовать точно такие же таймфреймы. Убедитесь, что используете такую же комбинацию таймфреймов. используем австралийцы и канадцы. Я думаю, что мы рассмотрели швейцарство. Хочу посмотреть на австралийцы. Без проблем. Давайте я покажу его. Хорошо. Как только вы получаете капитал, то должны на самом деле рассмотреть этот рынок. Итак, давайте это сделаем. Для меня эта часть крайне механическая. я очень сильно основываюсь на правилах. Я никогда не отклоняюсь от правил. Вы могли бы дать мне самую лучшую стратегию в мире, но я не заинтересуюсь, потому что я делаю то, что я делаю, и это на меня работает. Я всего лишь придерживаюсь правил. Я собираюсь начать дневного графика. Окей? Вы должны его видеть. Я просто показываю картинку. Итак, на этом графике мы в восходящем тренде. Итак, это дневной график остальницы-канадца. Скользящая средняя наклонена вверх. Нет никакой нужды говорить больше, чем то, что мы в восходящем тренде. Шаг номер один сделан. Мы думаем, что мы хотим быть покупателями. Но без учета большего таймфрейма, я не знаю, какое есть запасе пространства для этого восходящего тренда. Определенный хочу это видеть. Таким образом, давайте перейдем на больший таймфрейм, на недельный график. Давайте сделаю с ним для вас. Да, Джейсон, согласен. Мы приближаемся к предложению. Итак, вот почему мы используем анализ нескольких таймфреймов. Или я бы сказал, если вы используете анализ нескольких таймфреймов, то вот почему это важно. Смотрите на это. Восходящий тренд на дневном графике выглядит довольно хорошо. Гладкий восходящий тренд с покупками на откат. Однако, где заканчивается каждый восходящий тренд, и где начинается каждый нисходящий тренд? В уровне предложения с большего таймфрейма. Правильно? Когда мы проходим на дневной график, то видим, что находимся в восходящем тренде. Но этот восходящий тренд, вероятно, скоро должен сделать большую паузу, или полностью завершиться, потому что у нас есть вот это на дневном графике. Итак, снова, просто противоположность рынку, которую мы только что смотрели. Мы можем, конечно, надеяться купить на откатах к уровням спроса, но мы, вероятно, хотим видеть их немного ниже на кривой. Если мы идем на дневной график, чтобы найти уровни и даже ниже, то мы хотим увидеть, что не рассматриваем что-то слишком близко к текущей цене, потому что текущая цена на недельном графике недалеко от уровня предложения общей картины. Теперь шаг номер три. Давайте сначала больше там фрейм или позиционный. Давайте увеличу немного для вас. У нас есть много участников, которые также занимаются долгосрочной позиционной торговлей на этих рынках. У нас скоро, похоже, будет такая возможность сделать долгосрочную торговлю на данном рынке. Если вы помните, несколько месяцев назад на британском фунте у нас было большое хорошее движение. На столице канадца потенциально возможен такой же сценарий. Ключ в том, что график говорит нам где предпринимать действия и график говорит нам где быть свинговым трейдером. Итак, установка. Теперь мы знаем, где мы на общей картине. Мы знаем, что на дневном графике восходящий тренд. Теперь давайте спустимся на внутри дневной таймфрейм. В этот раз я покажу вам другой таймфрейм. Вместо часового графика я использую четырехчасовой который тоже реально хороший. Да, Джек, я согласен с вами. Нет никакой ошибки в том, чтобы продать в уровне предложения. Но существует больше чем один способ игры. Если вы долгосрочный позиционный трейдер, то вы можете войти там. Вы можете также использовать этот уровень для свинговой торговли и даже как активный дейтрейдер. Цена поднялась туда и вы могли продать на меньшем таймфрейме делая ставку на снижение. Тоже для дейтрейдинга когда вы поднялись в этот уровень. Хорошо? Итак, сейчас мы смотрим на четырехчасовой график. Позвольте мне прежде сила сказать, что нет никакой бумаги в четырехчасовом графике или часовом или трехчасовом. Они все просто хорошие большие внутридневные таймфреймы. Это действительно хороший таймфрейм для рассмотрения. Помните, что мы не хотим искать уровни спроса выше области 95-94 потому что они будут слишком близко предложению с большего таймфрейма. Таким образом мы хотим пройти вниз по ценовой лестнице пока не найдем наше снижение базы роз которая является свежим к которой мы еще не возвращались. Когда мы это делаем то подходим к этой области которая прямо здесь. Итак я помещу пару линий ее на следующей сессии вы узнаете что произойдет. Мы вернемся и посмотрим. Итак сейчас я выбрал уровень спроса. Причина номер один расположение его на кривой большего таймфрейма. Номер два это свежий уровень. Это означает что с тех пор как цена ушла из уровня она не возвращалась в эту область. Хорошо почему это важно. Поймите что эти уровни знаете во многих книгах говорят что когда вы достигаете уровня поддержки или сопротивления уровня спроса или предложения не входите при первом разе не входите при первом откате или первом касании уровня. Они это говорят потому что занимаются преследованием. Они говорят что мы хотим видеть тест уровня мы хотим убедиться что там есть продавцы или покупатели. Окей. Вы должны быть осторожны с такими книгами потому что они на самом деле говорят не брать низкорискованные высокоприбыльные и высоковероятные входы. Говорят ждите низкорискованные входы. Правильно? Причина в том причина того почему мы хотим сфокусироваться на первом откате цены к уровню в том что это в точности то же самое как математическое уравнение как прирубке дерева. Мне нравится использовать этот пример подумайте об этом. каждый раз как вы ударяете по дереву вы сильнее его подрубаете и в итоге оно падает. Здесь та самая вещь каждый раз при каждом откатом цены в уровне в уровень спроса часть покупателей которые находятся там удовлетворяют свой спрос. Поэтому спрос уменьшается и значит уменьшаются ваши шансы. Давайте продолжим. Да довольно хорошее это довольно сильное движение и там более лучший уровень спроса 93.25 он находится здесь выше причина почему мы не взяли 93.25 в том что целым это рост база рост который нам на самом деле не нравится потому что это тип уровней который по определению всегда находится посередине движения мы хотим торговать на экстремальных уровнях которыми являются снижение базы ростов в экстремальных уровне больше шансов я имел ввиду некоторые из книг уверен вы знаете книги в которых есть хорошая информация но будьте осторожны многие люди пишут книги они тратят на это свое время будьте осторожны с ними самая лучшая вещь которую вы можете сделать как трейдер по моему мнению наиболее важная часть информации это то что вы это то что мы сделали в этой теме так или иначе лучше всего использовать простую логику которую вы используете при покупке или продаже чего-либо использовать опыт своей жизни в тренинге лучшее что вы можете сделать когда вы идете в продуктовый магазин то большинство людей совершают умные покупки покупают машины покупают дом в любом сценарии люди пытаются получить хорошую сделку это то что они хотят в тренинге все выбрасывают в окно простую логику все хотят покупать после большого роста цены и после пробоя в этом нет никакого смысла люди выбрасывают в окно всю простую логику когда приходят торговать на рынок они думают что это какая-то сложная математика логику другое другое от блюзмена вы из чикаго способ каким цена доходит до уровня предложения частыми или большими барами влияет на то каким образом мы уходим из области предложения это правильно или нет да безусловно и так что он сказал способ каким цена достигает уровня он не сказал так но что-то подобное то как цена подходит к уровню связано с тем как она его покидает давайте я покажу пример торговли которую мы на днях рассматриваем я покажу ее здесь вы увидите давайте сделаю снимок графика это было воскресную торговую сессию она привела к этой сделке прямо тут посмотрите ка цена вошла в уровень вот график обратите внимание на сильное снижение цены и почти эквивалент рост из уровня это потому что в пределах этих красных свечей нет ничего что реально смогло бы остановить рост цены когда цена снизилась в наш уровень она вернулась вверх словно выстрелив вы будете видеть такое постоянно если вы посмотрите сюда левее то там будут ценовое движение которое не является реальным спросом или предложением вот почему вы видите что цена так быстро прошла через эти уровни давайте я заставлюсь что успеваю соглашусь что большинство книг повторяют предыдущие книги да дарко когда нибудь возможно когда все сделаю с трейдингом да можем рассмотреть евро да давайте посмотрим другие рынки простите я просто отвечаю на вопрос помните что просто потому что у нас есть уровень это не означает что мы хотим войти на нем сделку помните что мы проходим через вероятно выигрышную систему я попробую погрузиться в этой немного подробнее что действительно хорошо это то что она заставляет нас игнорировать уровни как на 68 и фокусируется на ключевых уровнях как здесь внизу есть много об этих вещах в наших статьях которые мы публикуем на сайте многие люди их читают и затем пишут письма и мой первый ответ что у нас действительно есть набор конкретных правил которые помогают нам отбирать правильные уровни и игнорировать другие но это не те вещи которые как я думаю вы когда-либо смогли бы увидеть в бесплатных статьях о тренинге главная причина почему я не публикую все в них меня бы за это убили члены академии помните что все это о преимуществе если у вас нет преимущества то вы не конкурентоспособны хорошо давайте продолжим и рассмотрим евро снова процесс из трех шагов гарри это зависит от дневного графика мы были очень надо ряды оскольжающего среднего и снова даже при том что мы находимся в очень хорошем месте на дневном графике не похоже что мы в нисходящем тренде но помните что нисходящий тренд вероятно закончится и развернется на уровне спроса с большего таймфрейма таким образом зная это мы можем присоединиться к следующему тренду в его начале как только он начнется для того как мы вы получите более высокие максимумы и более высокие минимумы и прочие вещи евро восходящем тренде мы видим это на дневном графике это шаг номер один сделаю снимок для вас секунду очень ясный все кто торгует на форекс видят что евро восходящем тренде хорошо это дневной график давайте теперь посмотрим где мы находимся на общей картине относительно спроса и предложения и так мы можем видеть это мы находимся в восходящем тренде и знаем что у нас все еще есть небольшой путь для движения большему уровню предложения вверху хорошо я только нарисую здесь линии и так на этом рынке мы можем покупать на откатах к уровню который недалеко от текущей цены если есть важные уровни если там есть уровни близких к текущей цене то мы можем рассмотреть покупки на откатах к этим уровням и мы посмотрим на них через секунду вы можете видеть что евро на недельном намного дальше от большого уровня предложения чем другие валюты теперь давайте перейдем на меньший таймфрейм и в этот раз я покажу вам другой таймфрейм вы знаете я никогда не прыгаю по таймфреймам как только вы устанавливаете свое рабочее пространство то работайте в нем я думаю так будет лучше теперь что есть интересного на меньшином фрейме евро давайте покажу вам график обратите внимание где находится текущая цена 1.455 и обратите внимание что мы входим в это пустое пространство мы все еще должны пройти через эту цену сейчас мы находимся в прошлых уровнях спроса мы были здесь неоднократно таким образом есть шанс что данная область не выдержит потому что мы были тут несколько раз и затем обратите внимание на пустое пространство ниже мы просто видели цену когда цена спустится в эту область есть основания что она дойдет до нее очень быстро таким образом мы ищем уровень спроса немного ниже хорошо но посмотрите на время я вижу что мы засиделись я хочу взять минуту секунду чтобы дать свой электронный адрес но это конец дальше прощание сейдана со зрителями подписывайтесь на канал чтобы не пропустить другие переводы про уровень спроса и предложения а то выйдет следующий перевод а вы не узнаете там может оказаться такой же интересный и полезный видео как данный вебинар Сэма успешной торговли сэм джрит лак